Привет, друзья! С вами вновь Владимир Павлищев и оператор Михаил Фоменко, и вы на Донаев Медиа. Сегодня мы с Михаилом приехали на реку Дон, нашли очень хорошее, укромное место. За нами роща и перед нами река. Отличное место, очень тихое, народу мало. Нам удалось найти такое место, к счастью. Нам повезло, потому что сегодня вторник, и многие люди не отдыхают, не рыбалят, а работают. А мы с Михаилом решили этим воспользоваться и приехать сюда. Сегодня мы будем рассчитывать только на поимку сазана. Будем делать все для того, чтобы его поймать и использовать снасти только для сазана. У нас будут толстые лески, крупные крючки, карповая прикормка, очень много кукурузы. Ну и будем добавлять немного аромата. И будем ждать поклевку действительно крупной рыбы. Посмотрим, получится у нас сегодня это сделать или нет. Будем надеяться, что наша сегодняшняя авантюра удастся и нам удастся поймать хоть одного, но сазана. Давайте приступим к рыбалке. Сегодня у меня будет два пакета прикормки. Это будет моносостав серии World Champion Carp Natural. Этой прикормки мне будет достаточно и она будет у меня в виде связующего. Немного прикормку переувлажню, чтобы она была очень клейкая. Для чего я это делаю? Для того, чтобы, когда я буду забрасывать кормушку, кукуруза, которую я буду давать туда в большом количестве, не вываливалась. А разваливалась уже, когда кормушка опустится на дно. Кукурузы сегодня у нас очень много. У меня несколько литров вот такой замоченной кукурузы и пару банок вот такой вот дунаевской кукурузы с ароматом сливы. Буду досыпать в прикормку очень много этой кукурузы и немножко будет у меня дунаевской. Также буду добавлять ее в прикормку. Ловить буду на дунаевскую, потому что она ароматизированная. Сазану ее будет хорошо слышать, чуять и приплывать. И, надеюсь, найдет ее быстрее, чем остальную кукурузу и клюнет у нас. Ну, собственно говоря, вот и весь план на сегодня. Главное, точно накормить, как можно больше туда набросать кукурузы и ждать поклевку. Сейчас буду замешивать и кормить. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Да, решил так. У меня сегодня будет три удочки, ну, как настоящий карпятник. Потому что поклевку придется ждать долго и вероятность поклевки на три удочки гораздо выше. Решил так. Одна удочка у меня будет вправо, прям заброшена. Потом под середину и слева. Дистанция у всех будет одинакова. Набрасываю туда по 5-6 таких больших кормушек с прикормкой и с басном кукуруза. И буду забрасывать и ждать. И где-то раз там в полчаса, раз в час буду перезакидывать удочку, набрасывать туда еще при кормке. И так как бы буду делать по очереди. Вот такой план действия. Надеюсь, он сработает и удастся что-нибудь поймать, получить какую-нибудь поклевку. Набросаешь корма и будет, в принципе, шанс, что рыба учует и куда-нибудь сюда поблизости приплывет, да? Да, да, да. Дистанция будет одна. В принципе, там глубоко. Метров, наверное, под 7. Может, даже побольше. Фарватер. Да, основное русло уже. Бровка вот здесь недалеко находится, в метрах, наверное, в 20. А там уже вот прям... Обрыв, да? Обрыв, да, идет. Бровка такая резкая в камнях, в ракушке. Слушай, а если крупная рыба тяжело будет, да, ее оттуда? Ну, пускай она клюнет. Пусть она сначала клюнет. Да, а мы там уже разберемся. У меня с Настей с таким запасом. Леска основная, 28-я, на двух удочках, на двух удочках, Дунаевская, тонущая. Шок-лидеры из 0,3 лески стоят. Шок-лидеры поставил, чтобы все-таки бровку эту легче проходить. Мало ли, камушки и вероятность среза на 0,3 гораздо меньше. И будут поводки. Поводки тоньше 0,2 я не буду использовать. И вполне возможно, даже посмотрю, как будет происходить рыбалка. Может, поставлю даже 25-й, 26-й флюрокарбонный. Чтобы все было надежно, да? И я думаю, особо на клюв оно не повлияет. Если он возьмет 0,2, он также возьмет и 0,25. Главное, чтобы он приплыли. Сазану главное приплыть, да? Да, и начал кормиться тем, что мы ему даем. Нашим угощением. Мне вот оно нравится. Не знаю, как сазану. Я думаю, все должно быть хорошо. Удочки мощные, с запасом прочности. Две удочки Zemex River. Одна 150 грамм, 12-футовая. Другая 13-футовая, 160 грамм. И снасть победы, волжанка River Monster. 3,6 грамм, тоже 150 грамм. Устрашающе какие-то названия. Другая катуха карповая стоит. Так что, вот так. Сейчас последнюю кормушку на эту удочку. И ставлю поводок. Поводки не сильно длинные, да? Поводки будут сантиметров 50-60. Стандарт, да? Да. Сегодня не использую никакого фидергамма. Никаких скользяков. Сегодня у меня все просто. Петля Гарнера. И... А, ну, самый главный нюанс. Ты не сказал, что ты не будешь заклипсовываться. Да. Сейчас я кормлю в клипсу, но когда буду ловить при забросе, когда кормушка приводнится и примет рабочее положение, я обязательно расклипсовываюсь и... Отмечаешь маркером, да? Нет, ничего не делаю. Просто расклипсовываюсь. Если произойдет поклевка, мне пойти на колышках отмерить мою дистанцию ничего не стоит. Это очень быстро. Понял. Да, лишь бы клюнула рыба. То есть на забросе ты, если поклевки нет, ты заклипсовываешь и выматываешь? Да, да. Я просто ставлю назад клипсу и выбираю. Если забыл поставить, ну, пойду померюсь. Я, как правило, это помню. Так, ну, все, теперь поводок. Хитро, конечно, хитро. Так, теперь поводок. Начались минуты, часы. Надеюсь, не дни ожидания. Будем ждать. Карповая рыбалка, она такая. Когда ловишь сазана на реке, тут суета не нужна. Надо ждать большую рыбу. Мы их закормили очень хорошо, плотно. Кукурузу с прикормкой. Дождик пошел. Да, погода очень хорошая. Мне вообще нравится такая погода. Мне нравится, когда тепло, нет ветра. Идет дождик. Вот сидишь в лесу. Вот такая погода мне очень нравится. Сейчас очень комфортно. Вода теплая, дождь теплая. Не холодно. Класс. Не жарко, не холодно, комфортно, да? Да. Жары нету. Сейчас где-то градусов, наверное, 27, да, наверное, 28. Где-то 26-28, да. Да, да, да. Ну, обещают, конечно, днем будет тепло, там, за 30. А к концу недели, там, вообще обещают, 38. Ну, опять жара приходит. Нам бы хорошо сегодня поймать рыбку. Ну, тут как... Чтобы потом в жару не ехать, снимать опять. Тут как получится. Рыбалка в летнюю жару. Да, да, да. Да нет, должен, должен хоть один у нас наклюнуть. Мы сделали все правильно. Главное дождаться поклевки. Место классное, очень хорошее. Должен быть тут сазан. Река в этом месте не широкая, глубина большая. Здесь должен плавать все-таки. Рыба должна здесь быть. Кто-нибудь да появится, да? Будем кормить, ждать. У нас есть бутерброды, есть арбуз. О, отлично. Арбуз это хорошо. Предлагаю наше ожидание начать с арбуза. Нет, я думаю, начнем мы все-таки с бутербродов. А чай ты не заваривал? Нет, чай я сегодня не брал. Я взял воду замороженную. Она в термосе лежит со льдом. Классная погода. Очень хорошая. Там громыхает гром, сверкает молния. Класс. Осталось дождаться поклевки. Утки плавают. Заметь, барж мало. Нету кораблей. Ну, мне кажется, они там чуть позже пойдут. 10-11, когда у них начнется. Да, скорее всего начнет. Утренний вот этот, как он называется? Разводка. Разводка, да, как-то что-то типа того. И они тогда пойдут. Пока класс. Пока что, да, ничто нас не тревожит. И людей нет. Да. Ну, там, наверное, много в популярных местах. Чуть выше по течению. Да, там людей очень много. Тут место не особо популярное. Тут проехать сюда тяжело. Да, и как-то тут людей все-таки меньше. Ну, тут рыба похуже ловится. Там рыба ловится лучше, выше. Но там сейчас места не найдешь. Там вообще нереально. Там все, весь берег забит. Да. Даже в понедельник, вторник, среду вообще нереально найти что-то. Что поделать? У нас регион рыбацкий. Людей много. Ты заметь, мы, кстати, тут иногородние машины тоже стоят. Вот проезжал я. Стоят лагерями. Лагерями. Люди из соседних регионов приезжают. Да, да, да. Классное место. Ну, будем ждать, что делать. Будем ждать, скрашивать ожидания едой. Арбузом. Арбузом. Уклейки сколько много. Море. Да, Миша, сейчас бы твоя маховая удочка тебе бы пригодилась. Я готов за ней сходить. Не, ну не надо. Вот она моя рыба. Вот не начинай. Вот не надо. Вот она моя рыба плавает. Я сегодня специально не взял ни кукурузу, ни бандюэль, ни червяка, ни опарыша, никакой. Ты видишь вот эти три баржи? Да, вижу, вижу. Вот я же обратил внимание на утки. Красота, да? Уточки. Они спокойненько так дрейфуют. Да. Класс. Нет, ну, песня. Если затрещит фрикцион, Вов, это будет вообще песня. Главное, не брось камеру в песок. Прикормку я уже бросал. Да, я аж о чем и говорю. Песок нельзя. Я помню, когда произошла поклевка у меня, я отошел от удочки. Кто-то бросил камеру. Прям в прикормку, в ведро. Он побежал за удочкой. Вытаскивать ее. Было такое, было. Произошла поклевка. Некрупный сазанчик, но очень опасно. Мелкий крючок, маленький-маленький. Решил поэкспериментировать, поставить маленький крючок и вот поклевка. Ну, рыба не крупная, но вероятность хода очень большая. Так, так, так. Тут вот камушки. И он лезет в эти камушки. Знает, где спрятаться. Он уже здесь, да? Да, он вот на бровке. Я думаю, наверное, сейчас я пойду за ним. Вот так вот. Да, да, да. Сейчас, 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 сейчас. Забыл. Самое главное. Пацак. Ну, ничего. Так, надо положить. Мишаня, не мешай мне. Я волочил, поглядь. Мелкий сазанчик, очень маленький. Ну, такой. Ну, тут крючок уже такой добротный. Здесь уже Хукин нормально. Ну, такой малыш. Сейчас кинем его в садок, потом отпустим. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Вов, скажи, сколько поклевок и сколько рыб у нас в активе? Так, все поклевки называете? Да Ну, было три поклевки платвы, из них одну мы поймали. Платва реально большая, мы ее отпустили. И было шесть сазанных поклевок. По счету 4-2 в пользу сазана. Два мы поймали, некрупных мелких сазанчиков, можно сказать, малышей. И четыре у нас ушло. Из них явно был один большой, потому что я его подержал. Крупная рыба была реально. Тот оторвал поводок, залез куда-то. И поклевка была соответствующая, да? Да, да. Паровозная такая поклевка была. И три отклеились. Их дотягивал до берега. Тут возился около берега с ними камушки. И они отклеивались. Некрупные рыбы тоже. В районе килограмма, может полутора. Мелкие рыбки. Ну вот один был реально большой. Его почувствовали. Он все-таки оторвал поводок, залез во что-то на дне. Чиркнул, наверное, камень или обракушку и срезал поводок. Сейчас поставил флюрокарбон, чтобы этого исключить. 0,26 диаметра. Таким с очень большим запасом. Ну вот мелкие. Клюнул уже на этот поводок. Уже его не смущает такой размер лески. Ну вот как-то так. Вообще хочется все-таки дождаться поклевку большой рыбы. Реально большой. Почувствовать вот эти сопротивления. Потому что она тут явно есть. Она есть, да. Эта рыба здесь присутствует. Ну вот одна у нас клюнула, но, к сожалению, не получилось ее вывезти. Но еще не вечер. Будем сидеть до вечера. Потому что карповая рыбалка, она все-таки не такая быстрая. Чуть ли не сутки надо просидеть иногда, да? Да. Мы постоянно туда кормим. Постоянно туда набрасываем прикормку с крупной кукурузой. Постоянно. Через буквально там, я не знаю, каждые 40 минут, час, 4-5 крупных кормушек с большим объемом кукурузы. Ну вот как-то вот так. Будем ждать. Будем сидеть. Погода, кстати, поменялась. Был дождь. Поднялся ветер. Был дождь и штиль, а сейчас солнце и ветер. Да, да, да. Ну, кстати, потом дождик с ветром был, когда грозовой звон приходил. А, ну, гроза, да. А сейчас солнышко выходит и ветерок поднялся. Вода очень сильно начала падать. Не знаю, наклев пока это не сказалось. Мне даже показалось, что когда вода ушла, у нас хоть рыба начала клевать. Те же сазанчики, они как-то активизировались. Ну, может, это временной интервал такой. Или все-таки наша прикормка сработала, они ее нашли и начали ей кормиться. У нас начались поклевки. Становится жарко. Сейчас пойду, наверное, сниму кофту. Потому что тепло. Вода очень теплая. Было бы солнце, наверное, полез бы купаться. Перезабросы у нас тоже очень редкие, да? Ну, относительно. Я, в принципе, держу где-то удочку порядка от 30 до 50 минут от перезаброса. Периодически проверяю, кукуруза целая там или нет. Потому что бывает, кукурузу кто-то съедает. Может, там рак или даже платва объедает эту крупную. Периодически лучше проверять это, чтобы удостовериться, что там насадка наша целая. И обновить ее или поставить более жесткую кукурузку и забросить назад. Чтобы снасть была взведена и ждала поклевки. С крючками надо немножко поразбираться, почему сходы. Ставил десятые номера крючков. Они оказались все-таки маленькие. Реально маленькие. И все сходы на мелкие крючки. Сейчас стоят у меня шестерки. Крупные крючки. Ну, вот мелкого одного я поймал. Пока большой не клюнул у нас. И мы не поняли, насколько эти крючки правильные в данной ситуации. Ну, я думаю, если крупненький клюнет, крупный крючок его будет держать хорошо. Тяжелая рыбалка, что сказать. Спать хочется. Спать хочется. Ну, как бы она может быть тяжелая от того, что ничего не делаешь. Ожидание, оно томительное, да? Кормишь и сидишь, ждешь, перезабрасываешь. Кормишь и сидишь, ждешь, перезабрасываешь. Все. И вот эти очень длинные промежутки между перезабрасыванием и закормом. Хочется чем-нибудь занять. Да, я уже тоже думал. В следующий раз я привезу с собой шахматы, карты, шашки. Будем играть с тобой. У нас есть стол. Поставим и будем заполнять это время. Надеюсь, нам удастся еще поймать хоть кого-нибудь. Рыбину большую. Если не удастся, то приедем опять сюда. Вновь. Странно, ты... Тебя должна природа отблагодарить. Ты же... Выиграл чемпионат. Ты же чемпион. Тебе сейчас все сазаны должны плыть. Причем тут природа и чемпион. Она наоборот должна меня ненавидеть. Уничтожил рыбу. Ну, я рыбу отпускаю. Ну, да. Наколол. Больше всех рыбы наколол. Не больше всех. Того, что я поймал, мне хватило. Ну, что, дальше ждем? Конечно, конечно. Мы... До вечера. До победного конца. До захода солнца. Да. Я готов, но надо поспать. Нас отсюда только могут выгнать или темно, темень, или комары. Будем ждать. Конечно, Миш, ну, приехали, настроились на такую рыбалку. Эта рыбалка не требует суеты никакой. Надо иметь терпение, сидеть и ждать. Тут сазан, это не лещи, не уклейка, не платва. Эта рыба быстро не клюет. Его надо все-таки покормить, подождать, когда он придет. Все-таки рыба осторожная, даже небольшая, она не так просто поймать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 так вот нам надо сейчас восстановить всю хронологию событий сегодняшнего дня потому что этот экшен который происходит у меня в голове какая-то каша какие поклевки были какая за какой следовало отрывы обрывы сазаны карасей да давай твоя версия сегодня происходящего сегодня ну начали мы ловить не очень активно у нас рыбка не было не не было ее на точке ловилась там плотва и редко попадался поклевал некрупный сазан мы не могли его поймать у нас было 6 поклевок и поймали все два мелких сазанчика затем прям был выход рыбы очень активны мы получили наверное четыре или пять поклевок сразу да да из них был один очень хороший создан но он опять оборвался у самого берега и он был точкой невозврата да да и после этого я что сделал я во первых поменял поводки все я убрал с убрал поводки из лески и сделал их из плетенки просто взял плетенку довольно толстую отмотал по 40-50 сантиметров и связал поводки на плетенки после этого принципе все поклевки которые мы получали они были результативные и эти мелкие сазанчики они никуда не сбегали не обрывали ничего не происходило всю рыбу которая после того как мы поставили туда плетенку на поводки мы реализовали мы все поклевки и было прям суета вот я закидываю дочку одну и тут же происходит поклевка на вторую ну да это я заметил я даже там подсёк да и был выход прям явные рыбы и вот ну сейчас она притихла опять я сейчас сделал массовый закорм корманул туда очень много прикормки с коноплей с кукурузой высыпал все что было у меня и практически все положил туда оставил там совсем немножко корма для перезаброса и все теперь мы уже ждем вечернего выхода сейчас сколько четыре или пять часов до 5 часов мы еще наверное вот как раз я закормил часиков до 7 вот этот двухчасовой отрывок мы сейчас посидим половим и попробуем что не поймать часа обильно про обильный закорм я сделал и будем ждать получится у нас еще что не поймать или нет ну вот как бы вот так вот в активе суета прям началась под вечер в активе сколько у нас сазанов получается маленьких немаленьких тем не менее ой я не знаю ну штук пять уже точно у меня есть да и один хороший карась она закара карась даже у нас два карася один мелкий и один хороший карась как как мелкий этот сазанчик такого размера для карася это хороший размер почему-то мы не получается у меня никак вытащить вот большую рыбу сегодня было две явно большие рыбы вот они обе обрезались вот здесь этих камней прям слышно что рыба тяжелая и тяжело тянуть и у него нет вот этой суеты как у мелкого сазана который метается из стороны в сторону этот прям давит вниз и плывет плывет вниз по течению ну к сожалению не получилось взять ни одного них сегодня не срослось да как-то да сегодня как-то у нас не получилось это все реализовать ну может с плетенкой сейчас если он возьмет то это получится у нас потому что плетенка практически не срезается ну да я смотрю ты вот двух последних когда уже так сказать вышел из себя перевязался на плетню ты прям активно их вытащил ну да потому что что с ними церемониться там уже снасть такая что оторвать вину нереально крупный крючок кстати крючок поставил покажу какой крючок поставил куда он здесь у меня нет это даже не этот крюк не этот крюк сейчас достану крючок который я привязал вот кстати крючок 117 серия 117 12 размера но крючок реально большой вот эта цифра 12 размер если взять крючок 113 и сравнить 12 размер в 113 и 12 вот в этом то в 113 он будет реально мелкий очень мелкий и вот в 113 вот такого размера крючок будет наверное в номере восьмом вот как здесь 12 чем это связано не знаю вот какая-то у них классификация своеобразного этих крючков у этой у каждого по-своему своей серии по-своему это но можно привыкнуть в любом случае да вот этот крючок с колечком а 113 крючок он с лопаткой так что собственно я вот так ну в общем восстановил ты хронологию событий сегодняшней рыбалки сегодня как это и какой-то изнурительный день еще и вот эти расстройства с этими обрывами нет день кстати классные отличные погода отличная нас порадовала в теньке мы сидим там ветерок дождик это все классно и супер но ты мне спать не разрешать до сегодня сегодня ты за долгое время не пошел в машину и не взял коврик чтобы расстелиться здесь лечь спать сегодня ты меня просто на измор взял я вареный честно говоря просто как сарделька но ничего миша ничего тебе надо просто взять удочку и по закармливать по закармливать или взять свою удочку и пойти половить карасиков зайти по пояс вот сюда и на махалочку наловить рыбки взбодриться да да сразу освежить очень хорошо нет уж можно это посижу не хочешь а как дубль 2 серия номер два будем сразу два фильма снимать в один день вечерняя ловля на махал удочку завершилась моя сегодняшняя рыбалка мне честно время так и не удалось поймать хорошего крупного сазана но все таки мне удалось перехитрить мелких бойких диких и небольших сазанчиков надеюсь в следующий раз я когда сюда приеду мне удастся наловить хороших крупных рыб и получить массу удовольствия от поимки крупной рыбы но сейчас мы довольствовались мелкими они тоже нас порадовали сейчас собственно покажу что я поймал и отпущу ее назад в речку чтобы росла вырастала большими крупными рыбами и радовала нас с вами поклевками так достаю мелких рыб по фидерным меркам не такие уж они и мелкие ну мелкие сазанчики не крупные я думаю даже до килограмма не дотягивает вот карась конечно вот этот карась хороший карась прям очень мордатой а сазанчики мелкие ну как-то так друзья ладно будем прощаться до новых встреч на дунаев медиа с вами был владимир павличев и оператор михаил фоменко всем пока 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 Продолжение следует...